Журналисты телеканала АТР Шевкета Наматулаева допросили в качестве свидетеля по делу экс-депутата Крымского парламента Василия Ганыша, которого подозревают в государственной измене. Заседание состоялось в Днепровском райсуде города Киева. Суд длился 5 часов. Показания по делу экс-депутата Крымского парламента Василия Ганыша дает журналист телеканала АТР Шевкет Наматулаев. Рассказывает, в день принятия Российской Конституции находился в сессионном зале. Видел обвиняемого в госизмене Василия Ганыша. Шевкет Наматулаев был автором сюжета о принятии крымскими депутатами Российской Конституции Крыма. Чебачевы вы, Ганыша Василия, в сессионном зале? В тот день я видел лично и уже после того, как обрабатывали те материалы. Дату 11.04. В сессионном зале вы бачили Ганыша Василия Василия, что в сессионном зале 21.05? Да. Но не бачили, как не видел. Нет, не видел. Во время допроса в сессионном зале смотрят видеосюжет. В повестке дня депутаты приняли пакетом без обсуждения. Крымский премьер Сергей Аксенов заверил, что по острове будет особая экономическая и экспериментальная зона. Василий Ганыш присутствует на видео. Вы должны выбрать депутаты госсовета после проведения новых выборов в парламент. Вы можете рассказать, что я находился в зале заседания, тогда, когда проводилось голосование. То есть я зашел в зал заседания с запизнением, не запизнением. Я не могу сказать, что уже заседание началось, не началось, но видел то, что находились. И на тех видеокадрах, когда уже проходило голосование, когда приняли Конституцию, если же вспомнить видеокадры, наверное, тоже смотрели, то есть видеокадры, где Шуванников там радуется, аплодирует, и в этом же ряду или в следующем можно увидеть вас. Поэтому по видеокадрам я могу подтвердить, что действительно вы находились. Защита обвиняемого усомнилась, что кадры в сюжете сняты именно 11 апреля 2014 года. Адвокат просит назначить экспертизу. Это уже объединенный в одном видеосюжет. В нижней особой картинке не только 2014 года, но и 2013 года. Такого быть не может. В тот день мы находились в зале, поэтому не было надобности использовать какие-либо архивные материалы. И то, что обвиняемый говорит, что мы могли там в этом сюжете использовать кадры 2013 года, это неправда. Мы вважаем, что это не речь, так, из разных периодов и так далее. И поэтому мы вважаем, что сам эксперт может дать ответ на вопросы, компетентно, что это и беспорядно, дату и час творения своего видеосюжета. Свидет чётко заявил в судовом заседании, что это частный вариант сюжета. Сюжет был немного больше, что там есть нарезка, как он сказал, с техническим языком. Сумнений в этом нема, что это помещение Верховной Ради, и там вважаемые даты в каждом месте, в каждом месте, в каждом месте, в каждом месте. Вот это, конечно, запереть, потому что для этого нема есть представ. Суд удовлетворил ходатайство защиты Ганыша. Материал отправили на экспертизу. В конце заседания суда адвокат и экс-депутат Андрей Руденко попросил отменить меру пресечения для своего клиента. Сейчас Ганыш находится под домашним арестом. Хочет навестить пожилую мать, которая болеет и нуждается в его опеке. Домашний арест не позволит ему оказывать нужную помощь. Это тяжкая хороба моей мамы, которая в 89-й год, до которой я, власне, в квитне месяце 2015-го года поехал, чтобы ее проведеть. До того, я два раза езжу, чтобы ее проведеть. В 2014-м году у меня проблем не было никакой. Но мама есть мама. В 89-й год. Я прошу до долинку за питание, но уже посмотрел. Коллеги о суде уходят в совещательную комнату. Через 15 минут возвращаются уже с решением. Сегодня планировали опросить коллегу Ганыша, бывшего депутата Верхонной Рады Крыма Сергея Зайца. Однако уже второй раз суд не является. Следующее заседание суда пройдет 5 сентября. Ильвина Сетбулаева, Эльдарец Матов, Заман, АТР.